Дети из Байганинского, Хабдинского, Каргалинского и Айтикибийского районов проводят летние каникулы в городском лагере Асем. В нем отдыхают в основном дети из семей, пострадавших от наводнений, а также из многодетных семей. Уже закончились два сезона работы летнего лагеря. Сейчас идет третий сезон, во время которого отдыхают 240 детей из сельской местности. Они заводят здесь новых друзей, играют в различные игры и с пользой проводят время. Я приехала из Байганинского района. В этот лагерь меня отправила Хараокельдинская средняя школа. Несмотря на то, что прошло всего два дня, мне очень здесь нравится. До этого была в летнем лагере, но там было очень скучно. Здесь же напротив все супер, весело. Завела много новых друзей, мы веселимся, играем. Учителя просто прекрасные люди, такие добрые, понимающие. Про питание вообще молчу. Все шикарно и очень вкусно. По вечерам проводятся дискотеки. Я приехала из Хабдинского района. Здесь нахожусь уже три дня. Нас тепло встретили местные преподаватели и воспитатели. Необычно проводим время. Питание, развлекательные программы – все на высоте. Дети действительно довольны питанием в летнем лагере. Здесь работают пять сотрудников, четыре повара и один кондитер. Меню каждый день разное. Завтра на завтрак у нас будут каша, вареные яйца, хлеб с молоком и чай. На обед – гороховый суп, макароны с тушенкой курицы, хлеб и компот. В три часа дня есть полдник. Там мы подаем сырники, яблоки и натуральный сок. А вот на ужин – плов с говядиной, хлеб с чаем. Есть еще у нас и поздний ужин, где ребятам подаем ватрушки и какао. Детям очень нравится. Среди детей проводятся соревнования по волейболу и футболу. Например, Юлиана Йонина любит играть в волейбол. 15-летняя уроженка Каргалинского района провела в лагере второй день. Мне здесь очень нравятся воспитатели и все хорошие. Мы здесь играем разные игры, в волейбол в том числе. Мне нравится здесь тем, что здесь хорошие люди. Я здесь завела много подруг, друзей. Здесь хорошее питание, хорошо относятся к нам. Хорошие спальни, все условия предоставлены нам. Все отлично. По вечерам у нас дискотека каждый день. Еще есть футбол, мальчики играют. Потом развлечения разные, шоу «Таланты». Шоу «Таланты»? Да. Участвовали? Да. Мы всей группой участвовали, пели песню «Таспа». Вожатые хорошо относятся. Азат Агай есть. Он очень добрый, постоянно на позитиве, с нами как относится хорошо. Среди детей проводятся различные музыкальные конкурсы и спортивные соревнования. Например, эта группа намерно участвует в завтрашнем танцевальном конкурсе. Среди них много детей, которые играют на разных инструментах и удивляют публику своим талантом. Каждый день в лагере наполнен соревнованиями, играми и другими полезными занятиями. Также уделяется внимание развитию детского мышления, для чего работает шахматный кружок. Каждый год проводят соревнования по шахматам, определяются чемпионы сезона. Некоторые дети учатся здесь играть шахматы с нуля. Многие дети знают, как играть в шахматы, но мало кто умеет играть в шахматы. Однако, когда они видят, как играют другие ребята, уже на автомате начинают понимать, что к чему. Какая фигура может ходить по диагонали, какая может ходить в любую сторону доски и так далее. Я очень рад, что здесь в лагере у них появляется интерес к шахматам. Ведь этот спорт развивает критическое мышление, что очень важно для человека в будущем. У детей активный образ жизни. Это полезно для здоровья. А если во время игры ученики получают травмы, на помощь лучше приходит медсестра. В лагере всего 8 групп и 8 воспитателей. Они остаются здесь и ночью. Таким образом, дети находятся под присмотром 24 часа в сутки. Внутри корпуса тоже есть много развлечений для детей, уставших от прогулок на улице. Я приехал с Олимбетовки в лагерь Асем, чтобы подружиться с новыми друзьями. Мы вчера ходили в кинотеатр, там был очень интересный мультфильм. Там был большой зал. Мне очень понравился фильм. Потом у нас есть дискотека. Мы ходим за каждый вечер. У нас есть тихий час. Мы кушаем 5 раз в день. Мне очень нравится лагерь Асем. Важно отметить, что детям дают телефоны всего на 2 часа в день. Это время для общения с родителями. Учащиеся не всегда находятся на территории лагеря. Они ходят в планетарии и музеи, гуляют по городу. Их безопасность в такие моменты очень важна. Когда ребята находятся за территорией лагеря, с ними всегда ходят сотрудники полиции. Мы выражаем им огромную благодарность. Здесь у нас разные дети. Из многодетных семей, а также из семей, которые пострадали во время паводка. Мы рады, что родители доверяют нам своих детей. Здесь они в полной безопасности. Распорядок дня начинается в 8 часов утра и длится до 11 часов ночи. Воспитатели делают все возможное, чтобы 10 дней проведенных в лагере для детей были незабываемыми. К слову, лагеря начал свою работу 5 июня. Он будет работать до 25 августа. Всего планируется провести 7 сезонов.